доброго дня уважаемые слушатели школа всеосветная грамота и гости канала сегодня мы с вами поговорим об искусстве для меня это очень неоднозначное понятие очень сложная и я думаю что надеюсь сегодня вот все светлая грамота позволит уже внести ясность прояснить его смысл истинный исконный смысла что же такое искусство и здесь все что можно понимать под искусством здесь вот мы видим с вами искус а такая покорневая основа уж уж такой искусство это творческое воспроизведение действительности в художественных образах творческо-художественное деятельное произведение искусства например на то есть это творчество есть уже видео то есть можно посмотреть что считать творчеством здесь а что же считать искусством да то есть когда мы творчески воспроизводим действительность художественных каких-то образов тоже такой интересный момент произведение искусства картины да там может быть вообще какой-то то что человек произвел но здесь еще момент вот иску сейчас мы поговорим да дальше искусство это от асталь творческой художественной деятельности вот это может быть какая-либо отрасль практической деятельности с присущей системой приемов и методов то есть еще раз это такая прикладная то есть это практическая деятельность то есть это воплощение можно сказать творческой деятельности еще искусство церковнославянского искусство тоже мы рассмотрим старославянского искус это искушение опыт и смысл испытания все это осмысление действительности процесс или итог выражения внутреннего и внешнего по отношению к творцу мира в образе вот здесь тоже это очень интересно то есть это то как человек воспринимает действительность и реализует сквозь вот художественном каком-то произведении да вот в искусстве человек выражает свое понимание действительности только есть вот если посмотрим и современная ты за этого какой-то лжеискусство или искусство через зло которая ну вот самую низменность какую-то самая мерзость показывает можно ли это называть искусств или взять картины шишкина и других великих художников писателей пушкина да это же искусство вот поэтому что считать искусством для чего ну что это вообще такое вот поэтому это соответственно это очень такое широкое понятие а мы сами знаем что соответственно любой предмет названный а вот то что искусство там и вот эту деятельности называем искусство но само искусство но гораздо более шире чем а предмет который назван которому присущи вот это вот матрица слова на поэтому искусство может быть творческо-художественная деятельность вот соответственно ну понятно дайтесь могут в целом понимаем что понимаю там например военное искусство изобразительное искусство прикладное искусство произведение искусства то есть это процесс и результат выражение чувств отображение действительности в образах вот вопрос какой действительности потому что она вот особенно сейчас вот то что у нас технократическая и кстати говоря вот техника это тоже искусство вот мы тоже об этом сегодня с вами будем говорить как раз это древнегреческого техния вот этот техник это тоже искусство до вопроса что же это такое потому что если мы будем говорить о биологических цивилизациях то тогда что там будет искусство потому что этот же термин это матрица она же не только для земли да она другим то есть что можно тогда уже посмотреть что является искусство в точки зрения именно грамотности то есть биоцивилизации когда мы рассмотрим этимологии что же понимается на земле как упрощение поэтому потихоньку мы начнем вот здесь искусство до начнем с искуса до искус вот от церковнославянского искусство 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 искушение опыт испытания да то есть вот соответственно и потом рассмотрим уже на древнегреческом это вообще техно да вот это вот корневая основа означает в переводе поэтому тоже это интересный момент у себя за технократизация и соответственно искусство искусство это испытание это искушение здесь это действует покорневая основа вот и в телеграм кому интересная из разных древних словарей справочников а привела вот соответственно стрелку лишь 4 там из резневского и как там разные эти словари вот из церковнославянского словаря то есть определение что же это такое да есть искусница есть искусник то есть соответственно тот кто искусно мастерски делает что-либо вот или искуситель еще есть вот вот эти интересно правда вот почему же что же это такое а если искусство дает умение знания вот это опыт способ узнавания чего-либо да то есть совершенно такие вот не то чтобы разные но все же такие немножко противоречивы да и все же искусство это искушение это испытание да то есть это может быть какой-то опыт который человек обрел я то есть он его наработал вот искушение испытания да вот тоже вроде бы и разно то есть вопрос искушение это всегда наверное испытание только вопрос да какой опыт человек из этого извлечет и вот здесь мы с вами видим если мы посмотрим искусство вот таким образом написано у церковнославянского да ну вот действует искус отдельно мы его посмотрим искусство да то есть вот здесь интересная система иск это искание то есть это поиск то есть вот это вот внутреннее творчество как она может проявляться здесь мы пока-то поговорим в целом да вот это вот искра божественного огня вот у нас есть буква как а вот как у есть у нас то есть это как сотворяется жизнеустрой отвечает это буква она действует для сотворения жизнеустрой то есть как англоситер из будущего мы ее называем что мы здесь видим что чела звезда упала человек родился с опоры на знание прошлого вот человек рождается он приходит у него есть знание которые в него вложили и генетически внутренне да вот это искра божественного огня из духовно-душевная составляющих а дух конечно всеобъемлюсь вот и человек да у него есть вот определенные какие-то знания в область в области осознанности осознание мы тоже с вами говорили поэтому кому интересно можно посмотреть видео да то есть он что то знает вот у него есть багаж знаний этот багаж знаний должен построить человечность будущего и что дальше происходит вот человек он действует а вот у него и знание но здесь он уже обращается вот своей биоструктуре к более высшему плану уже обращается к человечности более высшей да он ищет то есть он обращается вот к своей духовно-душевность старащим уж даже в духовности к юсу к ангелизму или вот своими антенками юс сейчас напишу может быть есть новички да вот она система у нас вписано грубо материально в гипоталамус то есть вот если так вот голова человека да то есть она вот таким образом расположен до 5 органов с одной стороны а чувствование 5 органов а чувствовать с другой стороны такие антенны поэтому здесь наш мозг он воспринимает сигналы и в на самом деле может даже взаимодействовать и должен взаимодействовать с другими может быть и био цивилизациями то есть что такое из когда вот это искать иск иск это и небесная заповедальность который сюда приходит учезарностью для ангела сеятеля из будущего на то есть и соответственно иск ра для вас соответственно искра божья а поэтому то есть это четко такая связь можно сказать с духовностью с то есть с более тонкой материи вот этот иск и человеку 100 может искать и вот здесь когда он активизирует вот эту систему человек то есть своим сознанием своей работой своими знаниями кто это даст возможность человек воспринимать уже знания свыше лежащей ступе ступени и заповеди ну или кому проще закона поведения правила поведения которые позволят взойти то есть это четко ориентир человек здесь он уже скажем непоколебима да вот у него есть это это связь с божественным и он соответственно действие то есть это главная сила да то есть человек всегда свои вот эти вот антенки он получается настраивает на взаимодействие с высшими системами будет акцент может быть и со своей же духовностью да вот это искра божественного огня это дух то что бессмертно вот и поэтому вот здесь искать каким образом искание через знание налога чака есть знания поэтому и он настраивает вот и через знания знания это результат мышления то есть еще раз о чем человек мысль это возвышенным о том вот какие ему задачи нужно выпадать чего он сюда пришел да то есть ищущий то есть он все время вот в этом поиске то есть все время вот навостряет вот эти антенки восприятию того что ему нужно да и все время насколько в убил структура откликается на вот это здравое на то что то что к чему он предрасположен то пусть вот это поиск это духовно грим духовные поиски терзания то здесь вот человек как раз это нашел а каким образом дались нам подсказывать к через знания которые у человека есть который он вас может воспринимать своим мышлением поэтому мышление да это как вот настраивает наш приемник то есть наш мозг на восприятие чего мышление человека смотря что он хочет кто-то хочет как там что-то как бы мол украсть или у кого что забрать или еще что-то то есть это соответственно и куда к чему там пристроиться так какому эгрегору разрушающим если современно понимать так какой общности он примкнет таких же найдет преступников паразитов вот а если человек настраивается именно на понимание божественных законов у него вот есть такое желание себя реализовать грамотно поступать и то есть восходите да главное восходить то конечно он настроит и получит доступ к высшим знаниям через свою систему знаний к той которую может оперировать для чего для того чтобы обратить внимание очень часто нарабатывать слова слова это слово то есть людьми дар окрестного виденья это человек для того чтобы лелеять будущее вот у нас слово с людьми систему о чтобы нарабатывать это ово то есть одно дело до человека обратите внимание вот здесь знания и вот эту чувственную сферу то есть человек лелея будущее ой как он лелеет будущее реализую себя своей человечностью и для того чтобы наработать ово что такого в эта система как раз настройки эта система тот возможности нашей антенны взаимодействует со всеми божьими мирами и человеку подписать и вот это искус у него это вот идет идет работа вот попробуйте ухватить вот эту мысль то есть человек настраивает свою антену до свою мозговитость на восприятие высших энергий на то что вот бывает часто мучают какие-то вопросы ну как бы говорят на философски для чего живешь зачем сюда человек приходит как вообще все создано да как вот дальше жить именно он хочет грамотно хочет восходить он хочет вот это испытывать внутри это чувство ну и счастье да вот это удовлетворенность это очень важно именно здравого и конечно чек тогда на настраивает эти антенны да он ищет ищет и находит да вот он выстраивает эту связь то есть он это может делать через что через свою систему знаний из того что он знает исходя из этого для чего это чего вот это искание для того чтобы лелеять будущее то есть он выстраивает это все для того чтобы лелеять будущее нарабатывать систему ово то есть оба это и есть возможности воспринимать вот эти высшие знания тем ово более наработанное продвинутая скажем на тем более мощный вот этот приема передатчик то тем более четкие сигналы человек воспринимает а если говоря вот нашим технократизированным языком поэтому больше такой искус это испытание потому что на что человек направит вот эти антенки какие у него знания в какой он области или лжеобласти если у него направлено на адовые стоп структуры на зератон он это и будет воспринимать поэтому искусство поэтому этой как и искушение да это человек уже может каким энергиям каким силам он примкнет куда он цена строит свой аппарат с какими энергиями с какими силами вот поэтому знания очень важны и люди знания это взаимодополняющие обогащающие системы и дальше то есть вот эта система искус понятно да это вот есть то опыт и испытание кому вода мария искусница да то есть куда человек себя реализует на что на про вот эту свою силу вот он искус тоже как это интересно очень интересно и что мы еще дальше видим вот такая система искусство то вот можно таким да это как это искусство и кстати ели это как всех кратко он да то есть вот этому систему рассматриваем и соответственно что у нас здесь видим то есть на тверде да вот это тверде в это создание формирования ново тверде и что мы вот на ново тверде до обоснования система посева да то здесь обобщение всего того что на тверде наработано и идет посев да то есть еще раз для того чтобы то что человек нарабатывает то что он воспринимает ведь он воспринял информацию на же ее как знание транслирует этими знаниями дальше лелеет будущее да и эти знания дают возможность ему наработать систему его дальше система ово снова помогает воспринимать отсюда еще более возвышенное знание который человек транслирует на землю чтобы лелеять будущее и он строит твердь вот эта система она является она строительница тверде она и работает через твердь то есть искус он сам он не может там только в тонком плане то есть это всегда будет построение твери то есть материализация материализация при том что с обобщением всего того лучшего и посевом или обратно до отсюда тоже может нам приходить уже обратная связь то есть с неба подпитка идет да то есть соответственно и влияние на творяемую тверь и чего для того чтобы заповедальность здесь обосновалась нашла обоснование на нового тверде на создаваемой при том что с обобщением того опыта воплощение этих заповедей то есть правил поведения на выше лежащей ступени которые соблюдение этих правил позволит нам взойти это является ну вот как у нас есть правило дата помыть руки перед едой также и здесь есть определенное правило жизни которые позволят нам зайти мытью рук перед едой позволит нам сохранить здравие то же самое до соблюдения правил жизни вот заповеди позволит нам зайти на следующую ступень поэтому вот здесь вот эта матрица очень интересно давайте попробуем показ биологической цивилизации вот с точки зрения всеосвете посмотреть что же искусство пока мы вот смотрим от церковнославянского да то есть это искус это восприятие знаний тонкого плана которая позволяет нам для того чтобы мы леле или будущее создавали будущее нарабатывая для себя тоже новые качества которые позволят нам воспринимать еще более совершенную информацию которую до через знания мы уже здесь на земле да мы их четко формулируем знания и снова лелеем ими будущее нарабатывая нового качества тогда то есть понимаете да вот этот цикличность даже не цикличность а спирали да потому что идет восхождение вот эта система действует через твердь то есть через посевы на твердь и до то есть через создание твердя для чего да то есть эта система здесь через твердь для того чтобы уже на это твердь вот мы через эту твердь и искус система работает то есть это всегда идет юрий реализация на тверде вот с обобщением да спасибо би то есть мы которые результаты на тверде получаем мы их обратно туда скажем отправляем в тонкий план для чего и таким образом мы единя мы воплощаем от заповеди ведь заповедальность дам на тверде вот мы здесь заповеди воспринимаем но они еще в тонком где-то до плане они еще на тверде это не воплощены они нас то подпитывают но нам-то их надо ввести в жизни строй нам-то их нужно реализовать на 3 то есть построить физическом воплощенном нашем мире и вот здесь то есть задача искусства показать до тех кто имеет доступ вот к этим возвышенным энергиям возвышенным возвышенным но можно гать энергиям силам знаниям и для того чтобы вот это возвышенное божественное воплотить на тверде сформулировать на тверде поэтому и искусство да это тоже скажем великие кто создавал произведение искусства они являются таким тоже лидерными клетками то есть они показывают путь восхождение людей но только через образ через художественный образ вот как это в био цивилизации да но это создание более каких-то совершенных систем живых систем так как горната вот на нашей планете а там коней она они были маленькие лошадки там по моему на ладошку помещались ну или очень маленький данного создала и этого размера да там те же сфинкса и так далее да то есть какие-то создания новых живых систем ведь еще раз биологические цивилизации их результат их творческ это биологические системы то есть которые восходят они живые у нас то что мы создаем сейчас понимаем а эта картина например на на она она как бы не живая да это материальный носитель но да туда сложены такие энергии которые да вот через эту картину да тоже как вот буквы на плоскости да и картина на плоскости нам отображает вот этот божественный мир я говорю о здравых так когда смотришь на картину шишкина вот и конечно вот ощущаешь себя в этом сосновом лесу да и вот даты можно как к этим энергиям прикоснуться к это сел через художественный образ вот или айвазовского до моря смотреть прям чувствуешь так волнение или испытываешь это волнение когда там 9 валк там этот корабль и кто не дается переживай что с чек он вот великая до произведение искусства они могут ввести вот в это состояние человек должно быть конечно более возвышенно до показать величие природы величие творца ну и так далее то то есть и соответственно да то есть мы уже понимаем что это же создание чего-то такого то есть воплощение божественных энергий в чем-то материальном чем тут на земле еще раз биоцивилизациях это живые может быть это да вот как бы должно было на планете создание новых растений каких-то более совершенно которые определенные задачи выполняют вот определенные функции на как например птички до появились какие-то новые виды возникли там не знаю гусениц или мух кто-то привез который обычные птицы с которыми справиться не могут трасса тут появился опыт или какой-то новый вид птичек которые могут справиться или на какие-то в возросли взяли на себя функции существующий вид а вот то есть вот это есть поведение разумоносца создание еще что-то до такого совершенно да то есть воплощение божественных энергий здесь на отверстие то есть это материализация своего рода через вот такой художественная да но это у нас вот сейчас могут принимаем через художественно да так вот поэтому биоцивилизациях там может быть до создания может быть гор еще каких-то ручейков там озерцо какое-то сформировать ведь не просто сформировать надо же вписать его до чтобы она отвечала вот этой заповедальности этот опыт дальше уже обобщает а то есть концентрирует для того чтобы дальше вот здесь его снова посеять и дальше туда обмен опытом то есть искусство устанавливает такую связь с божественным миром через людей те кто это создает эти произведения искусства поэтому это ну вот как мы их воспринимаем там пуэта писатели художники наверное в большей мере музыканты то вот кто создает эти произведения искусства то есть произведение искусства по не подниму понимала эта связь именно с божественными системами с вышележащими то что сейчас я бы сказала это сиротоном да то есть это уже современная искусство если за тему есть современный скуд но это но это ужас поэтому вот это искусство если мы вот так посмотрим да искус вот старославянское искушение опыт вот а почему это испытание потому что здесь вот вопрос да что человек что понимать под искушением до что какое здесь искушение да как проверка определенная каким образом вот этот этап идет вот эта взаимосвязь выстроена вот вот то что я говорю да все легко и просто но ведь действительно много лжесил которые хотят свести человека с истинного пути то да вот это очень опасно если человек вот не чистой энергии будет воспринимать чистые силы да где-то с зератоном он же это воплотит тогда да поэтому не нужно поддаваться вот этим проискам зератона так скажем да вот этим темным закоулкам нашей души для нашего сознания то есть подсознание еще раз да нужно прожектор туда направлять света своей разумности то есть вводить в область осознанного об этом нам и говорит вот эта система знаний поэтому здесь искание до искание для лиленья будущее через систему жизни строй воздвигновения знаниями то есть здесь еще раз мы воспринимаем высшие знания их сегмируем с теми знаниями которые у нас уже есть и это мы воплощаем в жизни строй и и формируем новые знания да и в то же время жизни строй мы строим тоже знаниями вот эта система о вот для того чтобы лилить будущее то есть еще раз лилить будущее здесь для того чтобы заповедальность на заповедальность обосновалась здесь у нас на тверде на земле она в общем то очень до схожие смысла если мы дальше вот еще посмотрим тоже это искусно греческом пейра вот искус на греческом это проба то есть попробовать вкусить вот то есть уже впитать в себя а мы видим до иск помню и система это пейра на греческом вот и что мы здесь видим да то есть здесь это наработки человека и вот то есть то что он достиг а вот это его апостольство поставь апостольская столбность система покоевости и здесь же она еще часто ее изображают системами лутусь наработка антинтропики здесь до наработку антинтропики мы осуществляем глупостно то есть когда можем идти глубь на потому что для путешествия по глупостям есть покой когда мы уже готовы обобщить весь опыт и воспринять что-то более совершенное своей биоструктурой то есть биоструктура уже готова к восприятию новых знаний более совершенных для того чтобы дальше уже нарабатывать солнцем то есть становиться солнцем для того чтобы здесь на земле светить через систему эй тоже интересно эй да эй то есть мы обращаемся кому-то то есть мы свое мышление направляя в будущее и вот в река времен река времен единяет да в настоящем прошлое будущее и могут своим мышлением направляемся в будущее в реке времен для того чтобы призывать сюда воспринять вот этот кратку кратитка то есть воспринять вот этот указующий перст божий или ангельскую систему или призвать ее до чтобы она сюда к нам воплотил это может быть и виде новых знаний да это может быть и воплощение ангелочка дети дитя семью да то есть создание больше более чего-то совершенного представляете что такое искус искус правильному почему-то иск а потому что эта система иск там мощно действующая потому грамотно удаление искус ставить вот так вот и обратите внимание из теперь дома рай из будущего прочитаем есть вот то вышележащая райская ступень есть еще и арт ступенька да то есть есть такая форма жизни я думаю что есть и гера просто нам об этом не сказано но соответственно для того чтобы наступил рай пришел рай из будущего призвать рай из будущего то есть воплощая вот эти божественные энергии который чек воспринимает вот с райской ступени будем так говорить то воплощая их вот здесь на тверде то есть уже дело это своим опытом жизненным да уже это наработки есть они уже на тверде покоивость это именно уже потому что материализовано на тверде да вот как памятник мы ставим великим деятелям искусства культуры там и так далее на постаменте то есть это то что уже сделано здесь на земле это уже воплощено и вот эта система действия того чтобы воплотить вот эти божественные энергии на на тверде это что позволит будущем тверде приблизить так божественной системе для того чтобы мы все вместе туда зашли понимаете то есть человек не сам по себе восходит но ведь и планета восходит вместе с ним это что человек создает это восходит тоже вместе с ним поэтому если человек создал что-то нездравая как вот пример герез приводил там плавацка то что писала и отправили за это в ад и этот срок в ад он может увеличиваться по слову по мере распространения и вот это ложе литература поэтому очень важно человек то что он создает этого может так как воздушный шарик его может поднимать кверху до на восхождение или как якорь тянуть вниз поэтому очень важно создавать грамотно и вот в данном случае из куда что человек будет делать каким образом образом он будет сотворить конечно мы искус говорим о том что это очень здраво и это воплощение божественного на земле то что позволит земле потом зайти на вышележащую ступень на земле будет сотворять только божественно она же станет божественной ну вот этими качествами обретет а поэтому вот она для чего искусство а то что его стали здесь у нас воспринимает да как вот искушение что у человека как бы он нездраво себя ведет но это уже до болезни общество технократизирована или вот это по эра система обратите внимание здесь система если мы вот это увидим эра система да вот она эра да то есть р это целый этап жизни эра да то есть это какой-то завершенный цикл восхождение на следующую ступень поэтому искусство она нам помогает восходить она показывает путь восхождения на следующую ступень и передано уже здесь завершена и вот эта система эры действует через семейственность через партийность то есть когда идет воспроизводство более совершенных систем то дети рождаются более совершенными чем их родители это дает возможность взойти поэтому а для этого нужно наработки у родителей что были у папу мама соответствующие вот и тогда это даст возможность воплотиться вот эта система ей это очень могучая система по прихода по воплощению сюда английских систем то есть совершенных систем то есть это уже который сюда воплощаются люди разумоносцы с более высших ступеней вот поэтому представляете что это она это греческий господь тиректа язык общения с до более высшими системами и теперь мы поговорим об искусстве потом мы поговорим искусство что означает на греческом искусство и налад на латыни вот и так искусство да теперь примерно мы уже понимаем вот искус что это такое уже не буду искусств здесь что для действия для ствола для того чтобы единять на тверде силы неба и земли и нарабатывать защищенный защищающий будущее дар окрестного виденья то есть здесь система слова да то есть лелеем будущее для того чтобы дар окрестного видения наработать и получается да то есть мы лелея нарабатывать дар окрестное виденье через то что мы на тверде единяем силы неба и земли для того чтобы еще более совершенный дар окрестного виденья наработать который уже будет защищать будущее вот не здравого а почему важен дар окрестное виденье потому что это мы нарабатываем качество чтобы мы могли как можно лучше все лучше и лучше воспринимать вот это божественной энергии да вот чтобы наш приемник мог тончайшие волны настраивать и на очень далекие расстояния это у нас есть потенциале кита просто мы приходя сюда воплощаясь технократизирована то есть не здравую больную цивилизацию до приходится как бы углублять вот это восприятие этих божественных поэтому вот так или мы вот эту систему до посмотрим ну или искусств давайте все так вот посмотрим то есть вот строительство реки времен единением сил неба и земли для того чтобы сотворять жизнестрой для того чтобы звезда упала человек родился с опоры на знания на знание и соответственно воплощал эти знания здесь на ответе то есть реализовал свою потенциалику лилия будущее дай систему ус а есть растение которую сами множится мужчины есть усы а вот то есть знаниями реленье будущего то есть мужчинам больше характерно работать знаниями поэтому вот так или вот эту систему мужа сами говорили и вот здесь до искус действовать через сотворение через сотничество то здесь уже человек становится сотни часа него рожденчеством анализе анализирует прошлый опыт и становится творцом то что это сотворение сотеивания да то есть он совместно с божественными системами творить создает эту нашу существующую реальность для того чтобы еще раз да вот обрести этот наработать еще более могучий творящий жизнеутверждающий жизнестроительный дар окрестного видения без него человек не является человеком и задача человек его на работы до такого качества чтобы это соответствовало качество возможностям освоения знаний вышестоящей ступени то есть как вот студент учится учится чтобы стать специалистом в каком-то деле он нарабатывает эти навыки потом идет и работает также наша задача восхождение наработать такие качества которые позволят нам потом уже функционировать осваивать следующую ступень таким образом осуществляется восхождение каждого и мы все вместе таким образом формируем вот этот дар окрестного видения божественную систему которая зайдет на следующую ступень то есть ни одного человека нужно качество чтобы не один человек на работу а все люди аж мы единое целое оборудование объединяться нам образа образовывать это единое целое позволяет дар окрестное видение идет очень удобно что не надо каждому скажем изобретать каждый раз велосипед кто-то один изобрел а другие могут уже эту и просто идея воспользоваться и ее совершенствовать или использовать для достижения следующих до каких-то решений каких-то задач вот этих на кратизирована снова до велосипеда технократии чек может смещаться без использования технократии раванных средств и вот сейчас мы с вами уже поговорим о вот технократии вот как раз искусство до древнегреческого искусства мастерства умений это техник понимаете да то что мы сейчас технократии раванная как вот костыли цивилизации но это древние понятие относится к искусству к мастерству на то есть человек мог смещаться и тогда искусство это и есть есть техника смещения но мы до техника называем в костыли цивилизации то что человек не может делать мы это как бы вот чтобы техника делала в чем чак не может из-за деградации то есть это с подмена сейчас происходит истины способностей людей техническими до самолет например чек и так может смещаться и летать надо или космический аппарат чек тоже может космосе да и на другие планеты смещаться на солнце при необходимости еще раз потенциале кинга что я не могу этого делать но человек при задействованности мозга на сто процентов 33 органа чувствования он это может делать это тоже есть технику он владеет этим то есть вот искусство да если вы даже уже сейчас немножко древнегреческого до понимаешь что это овладение навыков нужных до для того чтобы жить на какой-то ступень и да вот техни то есть на тверде построение тверде через систему эхе а это тоже очень интересная система вот я так в каком-то видео по моему про смех когда было говорила что черед где можно вот этот звук эх до увидеть то вот здесь соответственно сейчас о нем тоже еще чуть подробнее поговорим что мы видим да вот здесь что мы видим то видим по творцовую живите с усиленным по временным охвата то есть она во временах уже по творцово то есть потоком 90 градусов вот такой проективчик мы видим вот и соответственно она это необходимо эта система при восхожденчестве в ново пространстве на временные воздвигновения как через что сочетабельностью в себе прежних по творцовых жизнестроя то есть мы видим вот жизнестрой вот и жизнестрой здесь из будущего или мышления вот мышление из прошлого и мышление из будущего цвета сигмация здесь вот то есть она когда мы восходим вот видите нового отверстия на которой мы берем все лучшее через что мы здесь действуем на ответе чуть что мы создаем вот эту систему то есть обобщая опыт прошлого и будущего и вот это знак помогающим мышлением прошлого и жизнестроим прошлого являющимися поочередно жизнестроим будущего и мышлением будущего организовать подобие аурального женского начала по творцовой формации до для повременных обозрений то есть мы дестроим нова твердь и ее осваиваем и действуем на нова твердь и через наш прошлый опыт и через будущее да то есть потому что каждый твердь уникально и будущее у нее уникально поэтому здесь мы взаимодействуют это вот сигмация букови их и и вот такой принцип и должен быть реализован при восхождении на твердь а почему женский принцип там и здесь и видим но систему хер вот и как хора вот но для того чтобы выжигать не зато женская жизнь начала то выжигание не здраво то есть когда что новая территория да вот твердь действует ну здесь разные могут быть ситуации и нужно конечно ее осваивать ее ожизнивать вот поэтому соответственно это и знак мягкой радиолокации прошлого и будущего для подворцовых структуризации в настоящем и вот здесь мы видим вот эту интересная здесь центральная зона да то здесь мы видим и систему а вот система му и мы видим да и бесконечного до единочества по творцовое виде поэтому вот это соответственно очень такая интересная система да то есть мы и образумливаем прошлое ой прошлое и будущее и одухотворяем настоящее а вот здесь еще это у системы видны то есть это такая буква жизнестроительница я бы сказала такая вот она очень важная и жаль что у нас ее нету в системе да потому что мы знаем есть живите который восходит клуб но есть вот система и седает такая вот уже по творцовая система да и когда прошлое да вроде бы давайте я напишу чтобы было понятно нам сигмация вот система с у буквы есть да и вот эта система действует через херчер женское жизненачало и вот здесь что мы видим да это радиоката направлены в прошлое то есть эта работа с прошлым через женское жизненачало женское жизненачало хранительность домашняя чека то есть она хранит и воплощает все то что наработано мужское жизненачало вот она у нас мужское вот она возвышенная или да если мы полнотно отобразим вот система лу вот да то есть она подпитывает женское жизненачало женское жизненачало все то лучшее выжигает там не здраво и она это воплощает здесь на тверде да поэтому здесь работа в прошлом оттуда берется все лучшее выжигается нездравое да и мышление это направлено в будущее и вот этот вот радиолокатор мягкого воздействия действует через женское жизненачало для того чтобы уже воспринимать будущее и вот эта система здесь совместно образуется для того чтобы уже блести бессмертия да то есть уже всем самым лучшим восходить создать на тверде основы для взаимодействия с небесами до установить такую небесно твердевую связь системаны или стать спасителем потому что еще усилена она вот этой небесной чертой может такой техника это то что себе дает возможность взойти в будущее всему самому лучшему на тверде это вот техника тех ну да вот это поколевая снова на что она но уничтожает техника все самое лучшее до помощи техники мы сейчас с вами общаемся вы можете меня слышать я могу вам доносить вот определенную информацию ну вот но ведь понимаете мы можем уже без этого через коллективный дух разум действий но пока вот так вот какие то или вот этот тех да еще система до техни можно ли техни на то есть для того чтобы нашим сотворять коллективный дух разум стать творцовыми такие единяющие силы вот людей земли людей небо знание небесно знание земные единять точнее и формировать сотворять коллективный дух разум стать вот этот готовый системы вот что истинное искусство да то есть этот определенный навык умения работать на тверде конечно с прошлым в будущем то есть это вот так вот такая система еще рада это древнегреческие и то что мы знаем уже на латыни вот это арс арт еще по корневой основу арс то есть новая река частью или будущее или они вы рождеством сотворением коллективного духа разума мы единяем силы неба и силы земли ведь еще раз искусство она для того чтобы человек восходил для того чтобы на тверде он становился него рожденцем то есть мог зайти на выше лежащую искусство помогает это должно помогать вам способствовать поэтому искусство оно должно вести человеку к боку не хочу это как с религии а вот возвышенном к восхождению чтобы человек подумал вот действом например что-то я не так делаю также надо ведь это же позволит мне наработать новые качества что душа чему радуется сейчас на что-то посмотришь современные фильмы театральные постановки ну да душа плачет того что такой мерзость пока да и потом удивляемся почему на дети такие пока не воспринимают такой куда иск направлен что они видят поэтому здесь конечно задачу родители сейчас очень сложно в современном мире направлять детей на такую здравую по возможности сделать так чтобы они совершали меньше ошибок чем уходите и чем мы с вами может быть меньше ухабов были ли это ухаба были более вас высшего качества не повтор за нами или еще более там какие-то худшие ситуациями на чтобы этот процесс восхождения наблюдал это есть восхождение это естественно искусство которая чака ведет более совершенному а сейчас по-разному конечно потому ты давно хотел эту тему рассмотреть достаточно сложно что искусство и вот то же время искусственно что мы называем искусственным то что он нет в природе но не живо это мы говорим искусство искусственное дерево но не живет нет жизни на самом деле конечно то что искусственного нужно жизнь умножить поэтому неправильно мы называем даем название каким-то вещам потому что искусственное дерево но подобное подобие живому это только внешне до этого заплоскачена это уже что мы знаем искусственно это очень сильно упрощенная заплоскачена и вот отображение реальности сожалению нам больше покорить и способны то есть чтобы создать эту искусственную елочку да сколько из нашей матушки природы сколько веществ нужно забрать выкачать вот и плюс куб отравить окружающей среды чтобы вы провести для чего изучение грамоты она позволяет задуматься о том что все вокруг происходит она проясняет картину да вот этот прожектор так можно сказать она зажигает и становится все ясно насколько много нездравого у нас происходит можно сказать да и все время прочищает мозги позволяет изучение все это грамот этих буков грамотно выстраивать вот эти нейронные связи в мозгу конечно же изменяет и но это не быстрый процесс не надо думать что вот там один раз чуть посмотрела и что-то там изменится она изменится но очень-очень и намного и потом сейчас пойдет там вот они здравое действие совершенно поэтому здесь конечно вот так будем надеяться на лучшее вот спасибо вам за ваше участие вот это то что послушали всего доброго до новых встреч пока пока